Здравствуйте! Вы смотрите новость в студии Натальи Косых. Вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расследование The Insider вызвало интересы у следователей генпрокуратуры. Просьба к правовым структурам, которые имеют полномочия и занимаются расследованием, сообщать больше о том, на какой стадии они находятся, потому что это вопрос государственной безопасности. Безопасное хранение, все документы в смартфоне. В Молдове представили мобильное приложение Evo. Удостоверение личности, техпаспорта и водительские права. Как работает приложение, расскажем через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Молдавского бюро Интерпола верил Центю, помещен под предварительный арест сроком на 30 дней. Соответствующее решение вынес в четверг Кишиневский суд сектора ЧК, но тем самым удовлетворив ходатайство прокуроров антикоррупции. Центю обвиняют в пассивной коррупции в интересах преступной группы и препятствии международному розыску за многомиллионные взятки. Глава Молдавского бюро Интерпола верил Центю. Один из четверых задержанных в рамках расследования дела о защите лиц, находящихся в международном розыске. По версии правоохранителей, Центю брал взятки за удаление запросов с красным углом из базы данных Интерпола. Из зала суда Центю вышел, стараясь закрывать лицо капюшоном. От общения с журналистами наотрез отказался. Господин Центю, как вы прокомментируете обвинение? Правда ли, что вы брали взятки? На заседании суда присутствовала и глава прокуратуры антикоррупции Вероника Драголин. По ее словам, Центю обвиняется по делу о пассивной коррупции в особо крупном размере, действуя в интересах организованной преступной группы. Драголин отказалась предоставить больше информации и раскрывать имена еще трех обвиняемых, сославшись на тайну следствия. Сегодня мы опубликуем пресс-релиз, чтобы рассказать подробнее о том, что мы можем сказать на данный момент. Расследование продолжается. Есть фигуранты, участники этой схемы, чьи личности мы установили и которые остаются на свободе. Их местонахождение не определено, поэтому они не задержаны. А потому, с точки зрения следствия, очень важно предоставлять общественности только ту информацию, которая абсолютно необходима в данный момент. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы делаем это не потому, что хотим скрыть что-либо от общественности, а потому, что нам важно найти всех причастных и чьи личности уже установлены. Да, потому что это очень важно, чтобы локализовать абсолютно все личности, которые в данный момент будут идентифицированы. Подробности действительно чуть позже были представлены в опубликованном пресс-релизе прокуратуры антикоррупции. 5 июня 2024 года прошли обыски в отношении другого человека, в результате чего он был задержан. Четверо из пяти задержанных позже были освобождены из-за отсутствия оснований для применения меры пресечения, то есть возможного уклонения отдачи показаний, препятствия осуществлению правосудия и совершенных иных преступлений, говорится в сообщении ведомства. В конечном счете под предварительный арест на месяц помещен только Виорил Центю, которому присвоен статус обвиняемого. Адвокат чиновника заявил журналистам, что оспорит решение в апелл-палате. Два дня назад глава прокуратуры антикоррупции Вероника Драголин объявила о разоблачении преступной группы, в состав которой входили в том числе 12 наших сограждан. Им отводилась роль удаления из базы данных Интерпола красных уведомлений в отношении преступников, находившихся в международном розыске. Как выяснили журналисты румынского издания Евенемент Улзили, в списке подозреваемых оказались имена ряда молдавских чиновников. Среди них глава генинспектората по миграции МВД Михаил Вода, а также глава бюро Интерпола в Молдую Виорил Центю. Бывший министр юстиции Виталий Перло, как утверждается, сыграл ключевую роль в качестве посредника при получении взятки. Однако он опроверг свою причастность и заявил, что стал жертвой клеветнической кампании. Еще один подозреваемый адвокат Олег Мыцы власти пока не подтверждают, но и не опровергают информацию, появившуюся в румынской прессе. Службе новостей телеканала Эксклусив ТВ не удалось связаться с вышеупомянутыми лицами, получить от них комментарии относительно предъявленных обвинений. Напомним, утром 4 июня прокуратура антикоррупции в рамках международного расследования провела серию обысков. Оперативники наведались по 30 адресам. Расследование ведет прокуратура антикоррупции совместно со спецслужбами Франции при содействии Федерального бюро расследований США. По данным румынского издания, не меньше 20 разыскиваемых преступников, чьи имена идея неизвестна во всем мире, прибегли к внедренной при участии молдавских государственных деятелей мошеннической схеме по удалению запросов с красным углом из баз данных Интерпола. В настоящее время под красными уведомлениями находятся более 70 тысяч человек. Разоблачение бывшего главы генштаба нацармии Молдовы Игоря Горгана после выхода расследования The Insider вызвало интерес у следователя генпропоратуры. По неподтвержденным пока сведениям, ведомство ведет сбор информации для возбуждения уголовного дела по факту государственной измены. В Минобороны тем временем заявили, что перед тем, как высказаться, внимательно изучают информацию, изложенную в журналистском расследовании. Более решительно настроено руководство парламента требует вовлеченных в расследовании структур проявить больше открытости при рассмотрении этого резонансного дела. По некоторым сведениям, генпрокуратура якобы потребовала от службы информации безопасности подробности предполагаемого шпионажа в пользу России, в котором заподозрили экс-главу генштаба нацармии Молдовы Игоря Горгана. Запрос предположительно основан на сведениях, опубликованных накануне журналистами публикации The Insider. Если верить материалу, который опубликовала «Свободная Европа», ссылаясь на собственные источники в генпрокуратуре, прокурорам только предстоит решить, открывать или нет дела в отношении Горгана по факту госизмены. Пресс-секретарь ведомства Виолина Марару не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. По ее словам, прокуратура приняла к сведению информацию, опубликованную журналистами, и проверяет достоверность обнародованных сведений. Днем ранее в комментарии, предоставленном телеканалу Теверия Молдова, представители СИП заявили, что информация из журналистского расследования соответствует действительности. Отреагировали на публикацию в Минобороны, выпустив пресс-релиз на эту тему. Информация, представленная в результате журналистского расследования, тщательно проверяется. Ее анализируют наши специалисты в сотрудничестве с другими государственными учреждениями. Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание любому вопросу, связанному с национальной безопасностью, и строго наказывает любое отклонение от закона, совершенное его сотрудниками. За последние два года национальная армия продемонстрировала, что намерена укреплять оборонный сектор, чтобы обеспечить мир в Республике Молдова и безопасность ее граждан. Мы не допустим, чтобы национальную армию использовали предатели страны, вопреки национальным интересам. Национальная армия находится в прямом подчинении Верховного главнокомандующего вооруженными силами и служит Родине, отмечается в сообщении оборонного ведомства. С обсуждения этой темы началось и заседание парламента в четверг. Председатель законодательного форума Игорь Гроссу потребовал от учреждений, задействованных в расследовании обстоятельств и достоверности сведений, проявить максимальную открытость. Вчера мы все следили за информацией в СМИ о бывшем начальнике Генштаба, и поскольку это тема государственной важности, максимальной осведомленности я хотел бы попросить правоохранительные органы, которые имеют полномочия и занимаются расследованиями, сообщать больше о том, на какой стадии они находятся, потому что это вопрос государственной безопасности. Редакции новостей телеканала «Исклюзив ТВ» не удалось связаться с Игорем Горганом и узнать его точку зрения. Однако в агентстве ООН по делам беженцев, где он работал в последнее время и возглавлял службу безопасности, заявили, что на время следствия он отстранен от занимаемой должности. Материал «Дейнсайдер» вышел 5 июня. Согласно опубликованному расследованию, бывшего главу Генштаба нацармии Молдова Игоря Горгана заподозрили в связях с российской разведкой. Как следует из публикации в распоряжении журналистов «Дейнсайдер» оказалась переписка в Телеграме Горгана и его куратора, сотрудника российского ГРУ, полковника Алексея Макарова. Как сообщается, более тесные связи они наладили в апреле 2022 года после российского вторжения на Украину. По сведениям журналистов, Горган передавал своему куратору информацию о визитах представителей Минобороны Украины, о закупках вооружений и боеприпасов, а также об объемах топлива, пересекающих транзитом нашу страну по пути в Украину. В том же расследовании говорится, что Горган уверял своего куратора в том, что в Молдове все готово для вхождения российских войск. Врачебная халатность привела четырех медиков муниципальной клинической больницы Георгия Палладия на скамью подсудимых. По версии обвинения, три года назад недобросовестно оказанная медицинская помощь стала причиной смерти младенца. Прокуратура ботаники завершила расследование и направила материалы дела в суд. Расследование по факту гибели младенца в муниципальной клинической больнице Георгия Палладия началось три года назад. По версии обвинения, причиной трагедией стала врачебная халатность четырех акушеров-гинекологов. Согласно материалам дела 13 апреля 2021 года, первые обвиняемые сообщили, что поступила беременная с признаками начинающихся схваток и близостиродов. В тот же день пациентку госпитализировали, определив 36-ю неделю беременности и диагноз «преждевременный разрыв плодных оболочек». Тогда же предварительный осмотр пациентки провела вторая обвиняемая. Как следует из материалов дела, первая обвиняемая прибыла в больницу, где вместе с третьей обвиняемой, обе будучи ответственными за оказание медицинской помощи, принятие и переоценку плана введения, возникающего при акушерских ситуациях во время родов, не проявили должного усердия при исполнении своих профессиональных обязанностей и не обеспечили надлежащее введение пациентки. После введения эпидуральной анестезии они не обеспечили должного контроля за состоянием пациентки, приняв совместно с четвертым обвиняемым решение о применении акушерского вакуума, при том, что была необходимость проведения кесарево сечения. В результате принятого решения врачей новорожденный получил травму, которая привела к его смерти. Обвиняемые настаивают на своей невиновности. Напомним, ранее прокуратура выпустила к именике, согласно которому по обвинению во врачебной халатности на скамье подсудимых оказалась бывший директор перинатального центра районной больницы Унген, также акушер-гинеколог. Ее в 2021 году обвинили во врачебной халатности, которая привела к гибели новорожденного. Согласно действующему законодательству, за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. Удостоверение личности, водительские права и техпаспорт в одном смартфоне, безопасное хранение документов обещает обеспечить приложение ЭВО. Правительство объявило о запуске цифровой платформы с новыми возможностями для тех, кто часто теряет документы и не только. Целая серия инновационных решений в области экономики, образования и культуры представлены в рамках самого масштабного события года в сфере IT Молдова Digital Summit 2024. По заверениям авторов разработки приложения ЭВО цифровое решение для хранения всех важных документов, удостоверение техпаспорта, водительских прав не в кармане, а в смартфоне. Зайдя в приложение, также можно узнать о начисленных штрафах и не только. Здесь собрана информация об автомобилях, объектах недвижимости, пересечении госграницы и даже сведения об учете у семейного врача. ЭВО также может открыть доступ к цифровым документам, позволяет производить платежи за госуслуги. Для этого необходимо лишь интегрироваться с системой Эмпэй. В приложении ЭВО сейчас присутствует три типа цифровых документов, которые имеют юридическую силу, по примеру, документов в пластике. Это удостоверение личности, свидетельство о регистрации автомобиля и водительские права. Обсуждаем еще два варианта, чтобы как-то охватить и людей в возрасте. Пусть это будет пенсионное удостоверение, потому что его массово используют, и мы обсуждаем также еще студенческие билеты. Вход в приложение бесплатный. Для допуска в систему потребуется только электронная подпись. Как отметил глава агентства электронного правительства Андрей Присакар, почти 200 тысяч наших сограждан уже обзавелись цифровой подписью и могут пользоваться услугами нового приложения. В основном это предприниматели, которые активно используют в бизнесе цифровые возможности. Из перечня в 645 видов услуг, 285 – цифровые. Если говорить о доле услуг для бизнеса, то это около 60%. Но важно отметить, что когда мы говорим о бизнес-услугах, потому что практически 80% наиболее востребованных услуг уже отцифрованы, разница, которая осталась – это услуги, которые оказывают меньше влияния. Когда мы говорим о цифровизации, поскольку они менее востребованы. На полях форума «Молдова Digital Summit» помимо государственных платформ и инновационные решения представили и частные компании. Богдан – соучредитель платформы, которая занимается организацией мероприятий в стране, начиная с концертов и заканчивая круглыми столами. Мы представляем платформу для организаторов мероприятий и помогаем им оптимизировать процесс регистрации, продажи билетов, а также помогаем создать сообщество вокруг своего мероприятия. И так все происходит в цифровом формате. Электронные письма, которые вы получаете, подробности о мероприятии – все проходит через нас. Дистанционно, легко и просто – основные принципы работы приложений и платформ, на которых сервисы перевели в цифровой формат. Как рассказывают создатели современных инструментов, к этому пришли, исходя из личных потребностей. К примеру, Павел Навак оказывает страховые услуги онлайн. Платформа работает уже более года, клиентов достаточно. Мы первое страховое приложение в Республике Молдова. Мы пришли с миссией отцифровать страховки на 100%. Мы уже год на рынке и очень рады тому, что у нас 14 тысяч пользователей. Мы предлагаем страховки автогражданской ответственности, зеленую карту и медицинскую туристическую страховку на 100% отцифрованные. Их можно купить в любое время суток, с любого места, с доставкой по стране. В то же время мы развивали способности и теперь не только предлагаем страхование, но также предлагаем оплату налогов, например, дорожных сборов. Наталья Слепцов придумала инновационный метод изучения английского языка от уровня А1 до С2. Платформа, признанная мировыми лидерами в сфере образования, легко заменяет преподавателя английского. Платформа основана на искусственном интеллекте и развивает четыре основных навыка изучения иностранного языка. Это чтение, письмо, слуховое восприятие и, самое главное, речь. Более того, здесь мы моделируем экзамен Cambridge или Oxford, где дети тренируются, а затем едут в центре, где сдают этот экзамен на международный сертификат. Но уровень стресса значительно снижается, потому что дети сами разбираются с помощью нашей платформы, из чего состоит экзамен. Присутствовавший на полях форума премьер Дарин Ричан особо подчеркнул у властей далеко идущие планы, в том числе полный перевод госуслуг в цифру. Начиная с этого года мы запустим проект «Парк будущего», и там будет физическая инфраструктура. И таким образом мы могли бы собрать бизнес-сообщество, стартапы и образовательную систему в одном месте, чтобы мы могли сотрудничать. И вторая часть анонса. Начиная со следующего года мы запустим инвестиционный фонд для стартапов, и таким образом будем совместно финансировать новое поколение в Республике Молдова. Молдова Digital Summit проходит с 6 по 7 июня. Площадка объединяет международных и отечественных экспертов, новаторов, всемирно известных авторов, лидеров общественного мнения, а также других участников, увлеченных цифровыми технологиями и инновациями. Международный валютный фонд предоставит нашей стране финансовую помощь в рамках программы устойчивого развития законопроекта. Привлечение внешних государственных займов в размере около 160 миллионов долларов в четверг парламент отобрил в первом чтении. Депутаты от оппозиции решение раскритиковали. Народные избранники недовольны тем, что власти много берут взаймы, но при этом деньги тратят не на инвестиции, а на продвижение реформ. Законопроект о привлечении внешних государственных займов от Международного валютного фонда предусматривает выделение 129 миллионов 300 тысяч специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионам долларов. Эти средства будут направлены на финансирование нужд государственного бюджета. Кредит будет предоставлен нашей стране сроком на 20 лет. Новая программа направлена на поддержку усилий нашей страны по повышению устойчивости к климатическим потрясениям, проведению реформ в энергетическом секторе и обеспечению устойчивого финансирования. Для получения финансовых ресурсов из этого фонда Республика Молдова должна внедрить 12 мер по реформированию. Кредит разделен на 4 транша, а продолжительность программы составляет 22 месяца. Депутатов от оппозиции эта информация, впрочем, не убедила. Они считают, что нынешнее правительство берет слишком много кредитов, которые потом придется отдавать десятилетиями. Итак, этот кредит на 129,3 миллиона специальных прав заимствования не предназначен для инвестиций. Он предназначен в основном для продвижения реформ. Соответственно, эти ассигнования не принесут никаких доходов в бюджет. 10 лет льготного периода. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-нибудь прогноз, какой-нибудь план, что будет через 10 лет и как правительство, которое будет через 10 лет, будет возвращать все эти далеко не последние кредиты? Министерство финансов в рамках своей политики, включая программу управления государственным долгом, имеет механизмы для мониторинга и оценки среднесрочных ресурсов покрытия государственного долга. Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан пояснил, что деньги будут направлены на 4 реформы, включая инвестиции в энергоэффективность жилого фонда, а также на укрепление устойчивости финансового сектора. Например, у нас есть проблемы с энергоэффективностью многоквартирных домов. Когда у нас будет больше многоквартирных домов с горизонтальными системами центрального отопления, тогда, очевидно, счета снизятся, а энергоэффективность повысится. Это пример проекта, который мы сможем финансировать за счет этих средств. Если вы не понимаете, что это также ведет к инвестициям и экономии, то мне очень жаль. Законопроект был принят в первом чтении голосами 57 депутатов от правящей партии. Хорошие новости для автомобилистов. В агентстве Госуслуг объявили об оптимизации услуги по выдаче документов о регистрации автотранспорта в срочном порядке. Таким образом, оформить акты по учету транспортных средств в сжатые сроки возможно во всех подразделениях агентства, расположенных в столице. Так, документы будут выдавать в день обращения, а не в течение суток, как это происходит сейчас. Что касается территориальных подразделений по республике, срок выдачи документов о регистрации автотранспорта сократится с прежних пяти до трех дней. Ранее выдача актов в день обращения производилась только в одном из подразделений агентства в Кишиневе. Подробнее о тарифах и услугах о регистрации автотранспорта можно узнать на странице агентства Госуслуг АСП ГОВ МД. В Молдове построят республиканский стадион вместимостью до 25 тысяч мест, отвечающий всем европейским стандартам. Это значит, что на таком стадионе можно будет проводить финалы чемпионатов мира и Европы по футболу, лиги чемпионов УЕФА и Европы. Тема обсуждалась накануне во время визита премьеры в тренировочный центр национальной сборной Молдовы. Через пять лет у нас будет стадион УЕФА, четвертой категории на 20-25 тысяч зрителей. Это реально с технической точки зрения. Мы пройдем все необходимые этапы и через пять лет у нас будет стадион, построенный по стандартам УЕФА. Глава правительства добавил, что Министерство инфраструктуры и Регразвития совместно с Миноборнауки должны в ближайшее время приступить к проведению технико-экономического обоснования и разработке проекта будущей арены. Важно определить и выделить необходимый земельный участок под стадион. Более подробную информацию о проекте власти обещают представить на пресс-конференции на следующей неделе. Напомним, что в апреле Федерация футбола Молдовы заявила о завершении подготовки технико-экономического обоснования для строительства республиканского стадиона. Исследование было проведено румынской компанией, которая определила пять возможных мест для возведения спортивного объекта. Напомним, национальная сборная по футболу готовится к двум товарищеским матчам, которые пройдут в Кишиневе. 8 июня против Кипра и 11 июня наша команда встретится с футболистами из Украины. Трансфагаражское шоссе, с которого открываются фантастические виды на долину, каньон, водопады и горы, открывают для транспорта. Правда, проехать по самому опасному серпантинному пути Европы можно будет только днем с 7 утра до 9 вечера. С уточнением выступило региональное управление дорог и мостов Брашова. В этом году дорогу открывают почти на месяц раньше обычного, а как правило, это происходит 1 июля. Тем не менее, как отмечается в сообщении профильного управления Брашова, в случае возможных неблагоприятных погодных условий, трассу придется закрыть для обеспечения безопасности любителей путешествий. Кроме того, туристов, планирующих проезд по самому опасному серпантину в Европе, призывают остерегаться медведей, которые все чаще выходят на шоссе. Проезд по трассе Трансфаграшан открыт лишь несколько месяцев в году. Дорога опасна в том числе из-за полного отсутствия освещения, позднего таяния снега и раннего снегопада. В Чехии столкнулись экспрессы, товарный поезд. По меньшей мере, 4 человека погибли, более 20 получили ранения. Трагедия произошла накануне вечером, когда пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с товарным составом. В результате первый вагон, в котором находились около 20 человек, сошел с рельсов. Каким образом два локомотива оказались на одной линии, пока не ясно. Как сообщило чешское общественное телевидение, частный пассажирский поезд следовал из Праги в украинский город Чоп, расположенный на границе со Словакией. В нем находились около 300 пассажиров. Ему навстречу шел грузовой состав, груженный карбидом кальция. Столкновение двух поездов произошло примерно в 100 километрах к востоку от Праги. В железнодорожной администрации Чехии сообщили, что утечки карбиды не произошло. Для эвакуации пострадавших на место аварии прибыли десятки полицейских, пожарных, машин скорой помощи и вертолет. Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования всем погибшим. Столкновение двух поездов в пардубице – это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Искреннее соболезнования всем погибшим, отметил чешский премьер. В результате трагедии погибли по меньшей мере 4 человека, десятки получили ранения. Министр транспорта Мартин Кубка заявил, что главная железнодорожная линия, соединяющая Прагу с Брно и Остравой, вторым и третьим по величине городами страны, соответственно, оставалась закрытой на несколько часов для выяснения обстоятельств аварии. Город Пардубице стал местом самой страшной железнодорожной аварии в истории страны в 1960 году. Тогда 118 человек погибли и около сотни получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов. Израильские военные в ночь на четверг нанесли авиаудар по школе ООН в центральной части сектора Газа, где укрывались десятки палестинцев. По предварительной информации исламистского движения, по меньшей мере 45 человек погибли, десятки ранены. Многие в тяжелом состоянии. Представители местной власти полагают, что число погибших и пострадавших во время бомбардировки возрастет после разбора завалов. Израильские военные утверждают, что убили в результате атаки боевиков, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября. В школе, расположенной в лагере Нусейрат, которая связана с агентством ООН по делам палестинских беженцев, укрывались тысячи перемещенных палестинцев. Как сообщили местные журналисты, коллегам из BBC, израильский истребитель нанес удар по школе, выпустив две ракеты, которые попали в классы, расположенные на последнем этаже здания. Среди убитых и раненых много женщин и детей. Израильские военные подтвердили, что их самолеты нанесли удар по школе ООН, заявив, что там находились террористы Хамас, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября. В сообщении военных говорилось, что террористы, которые планировали совершить теракты в ближайшем будущем, были ликвидированы, и что было предпринято много шагов, чтобы уменьшить вероятность причинения вреда тем, кто к этому не причастен. Армия Израиля продолжает наносить авиаудары по городам сектора Газа. Ситуация в Анклаве приобрела катастрофический характер. Морги, переполненные на кадрах, опубликованных палестинскими журналистами, видны ряды тел разложенных в больнице. Призывая мировое сообщество помочь нам преодолеть это испытание. Это не нормальная ситуация, это не война, а настоящая катастрофа. Словами невозможно описать. Я приехал из Рафаха, и то, что происходит, невообразимо. Еда и вода, да и вообще все очень сложно достать. Мы устали. Наши дома прежде красивые, сейчас разрушены. Ничего не осталось. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. Палестинцы едят траву и пьют грязную воду. Они находятся под угрозой эпидемических заболеваний. Гуманитарная помощь заблокирована на пунктах пропуска. От того, что удается провести в Анклав, недостаточно. Постоянные атаки и бомбардировки израильской армии делают невозможной доставку гуманитарных грузов нуждающимся палестинцам. По данным Армии обороны Израиля, в результате атаки Хамас погибли порядка двух тысяч человек, в основном мирные жители. Согласно данным Министерства здравоохранения сектора ГАЗа, с октября 2023 года в Анклаве погибло более 36 тысяч палестинцев. Еще 83 тысячи получили ранения и увечья. Только за последние сутки в регионе пострадало 115 человек. В Мексике умер первый заразившийся птичьим гриппом человек. Наличие у 59-летнего мексиканца под типа гриппа АН5Н2 подтвердилось лабораторно. По словам специалистов ВОЗ, у пациента не было контактов с домашней птицей или другими животными, а источник его инфицированного остается неизвестным. Несмотря на опасения по поводу этого случая, ВОЗ оценивает риск для населения земли в целом как низкий. Агентство продолжает расследование этого случая и наблюдает за теми, кто контактировал с инфицированным. По данным Всемирной организации здравоохранения, 59-летний заболевший мужчина скончался 24 апреля в больнице столицы Мексики через несколько часов после поступления. Министерство здравоохранения страны сообщило, что у пациента была отмечена лихорадка, одышка, диарея и тошнота. По словам представителей ВОЗ, мужчина не имел никаких контактов с домашней птицей или другими животными, но у него были многочисленные проблемы со здоровьем. Тем не менее, эксперты сомневаются, что в настоящее время существует какой-либо риск для населения. По мнению специалистов, штамм H5N2 отличается от штамма H5N1, который связан с нынешней вспышкой заболевания среди коров в США, где было зарегистрировано три случая инфицирования людей. Мы даже не знаем, может ли этот вирус передаваться от человека к человеку, но в целом нам известно, что этот вирус передается от птиц или птиц к человеку. Конечно, странно, что речь идет о человеке, который явно не подвергался такому воздействию. Думаю, в ближайшие недели мы больше узнаем об этом случае. Но если говорить о том, как защитить себя здесь, в США, в связи с тем, что происходит из-за нахождения этого заболевания среди скота и птицы, то лучше всего держаться от больных животных подальше. Поскольку мы знаем, что этот вирус может выжить в сыром молоке, рекомендуется употреблять пастеризованное молоко. Смертельный случай в Мексике произошел после того, как в марте в штате Мичуакан, который граничит со штатом, где проживал погибший, среди домашней птицы были обнаружены случаи заболевания H5N2. Инфицирование домашней птицы также было зарегистрировано в мексиканских городах Тексока и Темаскалапа. В ВОЗ говорят, что пока не установлено, связан ли первый случай гибели человека с этими вспышками заболевания среди домашней птицы. Считающийся менее патогенным, чем H5N1, вирус H5N2 в последние годы регистрировался в птичьих стаях в разных странах мира. Передача вируса человеку пока не зафиксирована. Что касается H5N1, то в настоящее время нет доказательств передачи вируса от человека к человеку. Однако в апреле ВОЗ выразила огромную озабоченность в связи с активным распространением этого штамма. Премьер-министр Словакии Роберта Фитца дал первый комментарий после покушения. Напомню, в середине мая после выездного заседания правительства злоумышленник несколько раз выстрелил в Фитцу, а затем пытался бежать. В опубликованном видеообращении премьер Словакии также рассказал о своем самочувствии и дальнейших планах. Так он заявил, что готов вернуться к работе в ближайшее время, не испытывает ненависти к нападавшему, но при этом обвинил политических оппонентов в разжигании ненависти, которая привела к случившемуся. Я не испытываю никакой ненависти к человеку, который убил меня. Я не буду подавать никаких судебных исков и не буду требовать компенсации. Я прощаю его и позволяю ему подумать о том, что он сделал и почему он это сделал. Очевидно, что он был просто посланником зла и политической ненависти, которую политическая и разочарованная оппозиция развела в Словакии до неконтролируемой степени. Премьер-министр заявил, что если все пойдет в соответствии с ожиданиями врачей, он постепенно сможет вернуться к работе в конце июня-начале июля. Несогласие с политиком не решается его расстрелом. Напротив, я бы хотел выразить убеждение, что вся боль, которую я пережил и продолжаю переживать, принесет пользу. Люди могут своими глазами увидеть, какие ужасные вещи могут произойти, если не уметь контролировать демократическим путем и уважать другие мнения. Напомним, что 59-летний Фитца был тяжело ранен в результате покушения в городе Хандлова, когда вышел к сторонникам. В него выстрелили пять раз, четыре пули попали в премьера. Фитца был госпитализирован в больницу города Банско-Бистрица, где ему сделали две операции. 31 мая его перевели на домашнее лечение. Нападавшим оказался 71-летний литератор Юрай Центулла, который в настоящее время находится под арестом. Это были главные события дня. О других новостях мы расскажем в наших следующих выпусках. Следите за нами также и в социальных сетях. Увидимся с вами завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова